Беседа на утренней прогулке с его божественной милостью Аче Бхактивидантой с вами Прабхупадой 7 апреля 1974 года в Бомбее, Индия Неважно, молод человек или стар, прежде чем наступит смерть, мы должны в полной мере сознавать Кришну. Обрыв записи. Они подумают, что это сказка. Сказка? Почему? Говорят о молочном океане. Потому что они не верят ни во что, что не могут увидеть своими гробами и чувствами. Ну, это очередная глупость. Вы не способны в небе увидеть столько всего. Вот самолет летит. Возможно, мы не можем видеть его какое-то время. Это что, единственная причина? Потому что они не могут видеть? Они не могут видеть молоко. Они видели молоко или нет? Ну, их опыт говорит о том, что море состоит из соленой воды. Нет, это вода. Вода также жидкая, молоко тоже жидкое. Таким образом, если есть океан воды, то почему не может быть океана молока? Может быть, но... Может быть, да. Тогда как они могут говорить, что его не может быть? Но они скажут, что молоко происходит от коровы. Как же может оно быть в океане? Но вода от человека происходит. Если вы помочетесь, то будет соленая вода. В чем разница? Просто это за пределами их опыта. Такой опыт необходимо получать от авторитета. Я также иногда говорю им, что... А вы видели своего деда? Они говорят, ну нет. А вы верите, что он был? Да, потому что мой отец мне говорит. Кто-то другой мне сказал об этом. Но вот я и говорю им, что хотя вы не видели своего деда, вы признаете, что он был. Обрыв записи. Противоречие закону гравитации. Согласно нашей шастре, планеты держатся на клубке Ананты. Он их несет. Но они говорят, что они держатся благодаря закону гравитации. Как вы объясняли, это верховная энергия Кришны. Таджо-Варимри-Дам-Ятха. Он создает воду, он может все. Ученые могут какие-то законы создавать. Нет. Но они не могут пользоваться этим законом. При помощи этого закона они не могут запустить что-то в воздух. Тем не менее, они говорят, что это закон гравитации. Обрыв записи. Ему пришлось взять очень много приданного. Сколько там было тысяч коней? 15 тысяч. Кто возьмет такое приданное? И сколько? 400 слонов? Кто может прокормить 400 слонов? В наше время коней и слонов не продают, потому что никто не может их содержать. Только в зоопарках. Обрыв записи. Те, кто поедает животных позднее, у них не будет. Они не смогут найти животных, чтобы питаться ими. Они будут есть сами себя. Потому что животных не защищают, не содержат их. И поэтому вполне возможно, что согласно теории Дарвина, они вымрут. В Соединенных Штатах их содержат, но только для того, чтобы потом забить. Они тоже вымрут? Да. Они убивают их, но в конце концов, их просто не будет. Они и слонов тоже содержат, чтобы забивать? Нет. Когда я был в Америке, я слышал в прошлом году, что начался дефицит говядины. Да. Они импортируют очень много говядины из Австралии. Продолжай читать. Здесь тоже начнется дефицит и голод. Обрыв записи. Дается такой пример. Допустим, мы идем пешком. Я делаю шаг, когда я уверен, что все хорошо, я не провалюсь. Тогда я делаю шаг. Затем снова шаг. Приводится этот пример. Аналогично происходит смена тела. Как только все улажено, то, какое тело я получу, какое тело человек получит, дайвы, нетрина, благодаря высшей власти, тогда человек покидает свое тело и входит в лоно матери, которая ему предначертано по судьбе. Таков механизм смерти. Это происходит сразу, что пропадает? Сразу. Как я вот сразу делаю шаг, а когда я устойчивое положение занимаю, я делаю шаг. Затем я поднимаю ногу. Сразу же. А как насчет ада? Как джива отправляется в ад? Да, они отправляются. Те, кто идут в ад. Это очень быстро решается. Это не требует много времени. Что такое ад? Это когда он получает следующее тело, адское тело, вот и все. Допустим, он должен получить адское тело, должен родиться червем в экскрементах. Таким образом, он входит в мать-червя, чтобы та дала ему тело, и он будет наслаждаться адом. А разве они не идут к Ямаражу сначала? Да, это да и Ванетрина. Все это очень быстро происходит. Если даже какое-то время на это требуется, то этот человек, который умирает, он пребывает в коме. Он не умирает. Потому что идет суд, и его ожидает решение. Это кома. Вы видели иногда, человек впадает в кому на несколько дней, на 7-8. Это означает, что идет его суд. Вот такая смерть, это очень греховная смерть. потому что его судьба еще не определена. Его случай очень сложен, поэтому это требует времени. А как насчет тех людей, которые умирают во сне? Это тоже греховная смерть? Да. Сон или бодрствование. Все есть сон. Грубый сон или тонкий сон. Это тоже сон. Что ты имеешь в виду под сном? Сон — это существование в течение какого-то короткого периода. Вот и все. Итак, сон, который мы видим ночью, он длится 2 часа. А этот сон длится 24 часа. Иными словами, когда говорится, что мы идем в ад, то есть любые другие низшие формы жизни — это тоже как ад. Если, допустим, душе нужно ползить тело собаки, получается, что она отправляется в ад, прежде чем примет тело собаки. Есть такие утверждения, что душу помещают в адские условия для того, чтобы она какое-то время там пребывала, и затем она попадает в очреват матери. Это долго происходит или коротко? Нет, очень коротко. Но коротко для них. Может, это потребует большего времени. Сейчас у них есть механизмы, когда человек попадает в кому, эти механизмы искусственно поддерживают сердцебиение и другие функции. Ну, сердце продолжит биться. Пользуйтесь вы приборами или нет. Но когда сердце останавливается, никакой прибор не способен его реанимировать. Какой прок тогда от этой машины, от этого прибора? Если природа прекращает биение сердца, то никакой прибор не поможет. Это невозможно. Врачи перед дилеммой. Они поддерживают сердце при помощи прибора, но они не знают, действительно ли умер пациент. И они боятся выключить прибор. Они не знают, как решать, когда выключать. Но когда они выключают? Когда пациент умер? Это современная наука настолько несовершенна. Они даже не знают, жив человек или мертв. Что они знают? Они знают что-то. Но это справедливо для всех. Птицы и звери тоже что-то знают. Таким образом, душа меняет тело одно на другое, переселяясь из одного в другое, как гусеница очень осторожно перемещается с одного листика на другой. Подобно этому, живое существо меняет свое тело, как только высшая власть решит, какое тело оно получит в следующей жизни. обрыв записи. В современной цивилизации нет знания о том, как душа меняет тело. 99% людей ничего не знают об этом. Даже так называемые религии, даже в религиях этому не учат. Они не знают. Наше тело, подобно тому, одному из тел, которые мы все время видим во снах, во время сна, мы создаем множество тел в соответствии с нашим психологическим состоянием. Обрыв записи. Психологически, то состояние сознания, которое мы формируем в этой жизни, есть подготовка к следующей жизни. И в Бхагавадгите сказано, в зависимости от состояния ума в момент смерти, вы переноситесь в соответствующее тело. Например, тот, кому нравится есть какую-то особенную пищу. Допустим, мясоеды, им хочется есть мясо, они только об этом и думают, и им в следующей жизни дают зубы хищников, чтобы у них были возможности есть мясо. Такие зубы есть у собак, кошек, тигров и так далее. Пока у нас не будет соответствующего тела, мы не сможем наслаждаться или страдать в соответствии с психологическим состоянием, сформированным в предыдущей жизни. Абрив записи Асангаям Пуруша говорится, что живое существо не соприкасается с материальным телом. Асангаям Пуруша приводится пример отражение луны на воде. Кажется, что оно движется, но луна отделена, она не зависит от этого движения. Хороший пример. Без необходимости человек думает, я принадлежу к этой стране, к этому обществу. Это означает, что он создает себе следующее тело. Если он прекрасно знает, что я не принадлежу ни к какому из этих тел. Это состояние Брамабута Прасаннатма. Вот чему необходимо учить. Каждое существо не зависит от своего тела, поэтому есть Атмабудхи Кунапе. Поэтому тот, кто придерживается телесного мировоззрения, не лучше, чем животные. Личность демоническая не будет прислушиваться к хорошему уроку, потому что он глуп. Если вы дадите ему хороший совет, он лишь разозлится. И все же мы должны это делать. Но лучше найти каких-нибудь невинных людей для проповеди. Да, они представляют собой лучшую почву, невинные люди. У проповедника есть четыре обязанности. Проповедник должен разделять между этими четырьмя категориями. Прежде всего, он должен видеть Ишвару, верховную личность Бога. У него должно быть это видение. Он знает, кто такой Ишвара или верховная личность Бога. Далее, Тад-Адхинешу. Он видит тех, кто приняли прибежище Ишвары, то есть преданных. Тад-Адхинешу, затем Бали-Шешу. Бали-Шешу это невинные люди. Они не обладают достаточным знанием. И Двишатсу. Есть всегда категория людей, которые завидуют Богу. Двишат. Двишат значит завистливые. Так вот, проповедник должен видеть этих четырех, четыре этих категорий людей или три класса. Первый это Ишвара и другие три класса. Итак, он должен вести себя соответственно с ними. Как строить отношения с Ишварой? Према. Нужно любить его. Это его обязанность. Как усилить любовь к Всевышнему? Према. Майтери. Как дружить с преданными? А по отношению к невинным крипа. Нужно сострадать им. По отношению к завистливым упекше, пренебрегать ими. Не разговаривать с ними. Четыре формы поведения. Это описание Маддья-Маддья-Маддья-Карри. Это положение проповедника Маддья-Маддья-Карри. Поэтому они должны указывать. Вот это завистливый человек. Но люди не хотят этого. Они говорят, почему вы называете его так? Почему вы указываете на него? Но это обязанность проповедника, иначе как он будет проповедовать? Они хотят искусственно быть Уттамаддья-Маддья-Карри. Они хотят видеть всех хорошими. Да, Уттамаддья-Карри видит, что все хорошие, кроме его самого. Каково видение Уттамаддья-Карри? Все хорошие. Но тогда и проповедник хороший. Почему вы находите недостатки в проповеднике? Вот такая имитация Уттамаддья-Карри не поможет им. Обрыв записи. Люди с демоничной природой или атеисты едва ли способны усвоить какие-либо добрые наставления, какими бы авторитетными они ни были в этом разнице между полубогом и демоном. Обрыв записи. Поэтому в нынешние времена демоны слишком привязаны к материальному наслаждению, к Боге и Айшварье. они не могут принять этот путь. Поэтому наш основной принцип совершать санкиртану не говорить о философии. Если человеку интересно, тогда он может говорить о философии. философии. В противном случае мы должны вести эти беседы во внутренних кругах между учениками и учителями, между теми, кто смиренны. Иначе же этого следует избегать, потому что это приведет к непониманию. как насчет программ в школах и колледжах. Но они невинны. Дети невинны. Поэтому, если возможно, нужно давать им какое-то знание. Это криппа. Нужно проявлять сострадание к ним. Что касается детей, они прислушиваются. Они стараются учиться. Например, в Далласе. они принимают все, что мы говорим. Они не протестуют. Дальше. Васудева так думал про свою жену. Сейчас мне нужно спасти жизнь Девуки, а позднее, если появятся дети, я посмотрю, как их можно спасти. Вот об этом он думал. Если бы он каким-то образом смог спасти свою жену, то это первое, что он должен был сделать. Он следовал этой политике. Если в будущем у меня будет ребенок, который убьет Камсу, то тогда и Девуки, и ребенок будут спасены, потому что такова воля проведения, и она непостижима. Но сейчас так или иначе мне нужно спасти жизнь Девуки. Обрыв записи. Деревенские жители знают, что когда начинается пожар, огонь перепрыгивает через дом, оставляя дом посередине, нетронутым. Подобно этому, живое существо может внимательно и добросовестно исполнять свои обязанности, однако все равно ему очень трудно понять, какое тело он получит в следующей жизни. Махараджа Барата очень добросовестно исполнял обязанности, продвигаясь по пути самопознания, но случайно он развил привязанность к олененку и в следующей жизни ему пришлось родиться оленем. Обрыв записи. Он был правдивым. Он приносил всех сыновей, как только они рождались, Камси, и тот убивал их. Камса знал, что Васудева был человеком слова, и он был убежден его аргументами, и поэтому он решил не убивать беспощадно его сестру. Васудева успокоился и похвалил Камсу за его решение. Так он вернулся к себе домой. Со временем у Васудева и Девики родились восемь мальчиков. демонов называют сурадвишам. Сурадвишам это те, кто завидует полу-богам. Сурадвиша используется это слово в Бхагаватам, чтобы обмануть демонов. Это наставление народы. Понимаете? Дальше. У Васудевы и Деваки, закованных в кандалы и в тюрьме, рождались каждый год. по мальчику. Думая об этих детях, как о воплощениях Вишну, Камса убивал их одного за другим. Да, он убил своего брата. Он пощадил только своего отца. Он посадил его в тюрьму. Но всех остальных родственников он убил. Брата, сына брата, всех остальных обрезаписи. И даже среди современных царей такие случаи нередки, когда они убивают всех. Есть еще одна история. Как его звали? Панаван? Да. Ребенка должны были убить. Служанка поменяла своего сына и оставила царского наследника, защитила его, а ее ребенок был убит. Это правдивая история? Да, почему нет? Обрыв записи. Камса тоже обрел милость? Он сразу перенесся на духовной планеты после того, как был убит? Да. Обрыв записи. Три раза ему пришлось рождаться. Хираньякша. Это Джая Виджай? Да. Он был одним из них? Да. Обрыв записи. Те, кто завидуют другим, рождаются собаками, змеями. Сарпа крура кала крура. Так действуют тонкие законы. Они не знают об этом. их разум ограничен. Это не для всех. Парамо нирмацаранам, то есть для преданных. Преданные нирмацарана, независтливые. Все остальные завидуют. Обрыв записи. И вот такие у них средства передвижения. В Тарпадеш это называется танго. В Сурате тоже много таких. Танго? Вот такая? Не такая. маленькая. М маленькая. Продолжение следует...